Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Реабилитация пациента с функциональными нарушениями мочеиспускания после оперативных вмешательств на органах таза имеет огромное значение в определении качества жизни пациентов и профилактике развития вторичных осложнений. В связи с этим доклад посвящён возможностям применения ботулинического токсина типа А у пациентов данного профиля. Походя к пониманию необходимости и важности диагностики, в том числе и ранних функциональных нарушениям мочеиспускания, следует понимать, что частота встречаемости данных нарушений у пациентов онкорологического, онкопрактологического и, конечно же, онкогинекологических профилей составляет от 2 до 87% и, безусловно, зависит от вида и типа оперативного лечения, методов диагностики и сроков её выполнения. В свою очередь, возникшие нарушения или вовремя не диагностированные приводят к столь значимым проблемам, как увеличение периода реабилитации, инвалидизации, развитие депрессивных синдромов, а порой и корректируемых лишь с помощью фармакотерапии. Работая с пациентами данного профиля, наиболее часто нам приходится сталкиваться с уже диагностированными функциональными нарушениями и с уже необходимостью диагностики функциональных нарушений на фоне наличия вторичных, наиболее выраженных осложнений, таких как хроническая болезнь почек, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, дивертикулёз мочевого пузыря, инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей и иные. Таким образом, мы встречаемся с функциональными нарушениями мочеиспускания, возникающими вследствие проведённых оперативных вмешательств. Наиболее часто фигурируют среди данных оперативных вмешательств, конечно же, трансуртральной резекции предстательной железы, в том числе палеотивные при раке предстательной железы, трансуртральная резекция плюс мочевого пузыря с одномоментным проведением внутрипузырной химиотерапии. Такие оперативные вмешательства, как простаткотомин, независимо от доступа, как открытая, лапароскопическая, так и роботосистированная. В онкопрокатологии, конечно же, это прежде всего резекция прямой кишки, как передняя, низкая, брюшно-анальная, брюшно-промежностная. Лучевая терапия органов таза, контактная, дистанционная. И, конечно же, в онкогинекологии чаще всего мы сталкиваемся с нарушениями мочеиспускания после таких оперативных вмешательств, как гистероктомия. Следует понимать, что нарушение мочеиспускания имеет место быть и перед выполнением оперативного лечения, однако часто остаются незамеченными и недиагностированными, что в итоге приводит к развитию тяжёлых вторичных осложнений, как сказано было уже ранее. Соответственно, наличие уже имеющихся осложнений приводит к необходимости использования более агрессивных методик и препаратов, имеющих большое количество побочных действий для реабилитации пациентов. Так, по ряду проведённых исследований были получены данные о изменении функции мочевого пузыря в зависимости от сроков после оперативного вмешательства. И также следует обратить особое внимание, что в настоящее время нет никаких чётко определённых сроков обследования пациентов в до- и послеоперационном периоде. Возвращаясь к пониманию этиологии функциональных нарушений мочеиспускания, необходимо понимать, что практически все они обусловлены основными вариантами развития. Наиболее часто, конечно же, это будет гипотония детрузера, гипотонус финтерного аппарата уретры, послеоперационная недостаточность, нескоординированная работа детрузера и сфинтера уретры, микроцистис и, безусловно, конечно же, одно из наиболее частых встречаемых осложнений — это гиперактивность детрузера. Исходя из теологии нарушений мочеиспускания, возможно, все симптомы разделить на три основные группы. Это симптомы, возникающие в фазу накопления, это симптомы, возникающие в фазу опорожнения и, безусловно, симптомы, возникающие после опорожнения. Перечисляя многочисленные направления, по которым работает отделение, нельзя не выделить приоритетное. На сегодняшний день таким направлением, безусловно, является нейроурология. Отделение нейроурологии и уродинамики возглавляет Ромих Виктория Валерьевна. Появление в 2008 году, первого зарегистрированного для применения в урологии ботулинического токсина типа А, открыло огромные перспективы развития нейроурологии в целом. К 2020 году мы уже подошли с большим багажом знаний и опыта обследования и ведения больных с нейрогенными нарушениями мочеиспускания. На протяжении последних лет мы ежегодно принимаем пациентов в колясочниках, перенёсших травму спинного мозга. К нам обращаются за помощью пациенты с рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. И, конечно же, часто обращаются пациенты с нарушениями мочеиспускания после проведённых оперативных вмешательств на органах таза. Клинической особенностью нейроурологических пациентов является и то, что часто имеются, на первый взгляд, взаимоисключающие симптомы, а дисфункция мочевых путей представлена сразу несколькими нарушениями. В данной ситуации уродинамик остаётся единственным инструментом диагностики и определения тактики лечения для данных групп пациентов. На данный момент ботулинотерапия в отделении нейроурологии и уродинамики выполнена более чем 3000 пациентам. И многим из них она выполнена повторно. Для многих пациентов введение ботулотоксина не является единственным лечебным мероприятием. Так, программа урологической реабилитации в каждом случае составлялась индивидуально с применением различных видов лечения, способов и средств реабилитации. Посвящая доклад возможности применения ботулинического токсина, невозможно не коснуться кратко механизмов его действия. Для понимания действия ботулинического токсина типа необходимо понимать нормальный процесс нейромышечной передачи. Так, в центральной нервной системе инициируются мышечные сокращения. В свою очередь, потенциал действия распространяется вниз по моторным нейронам и достигает прессинаптической терминали. Открывается потенциал зависимого кальциевого канала, и ионы кальция поступают в прессинаптическую терминаль. Повышение концентрации иона кальция позволяет белкам СНАФ-25 синтоксин образовывать комплекс, который перемещает синаптические пузырьки к прессинаптической мембране. Слияние пузырьков, в свою очередь, с прессинаптической мембраной сопровождается высвобождением ацетилхолина в синаптическую щель. В свою очередь, тот, который достигает ацетилхолина рецепторов на мышечной клетке. А это уже сопровождается поступлением натрия и кальция в мышечную клетку миоцит и выходом из неё ионов калия, что приводит к деполяризации мембраны и, соответственно, мышечному сокращению. В свою очередь, механизм угнетения нервно-мышечной передачи ботулотоксином можно описать следующим образом. Молекула нейротоксина состоит из тяжёлых и лёгких цепей. Тяжёлая цепь токсина позволяет связываться ему с пресинаптической терминалью через акцепторы с высокой афинностью. Молекула токсина проникает в терминаль нервного окончания путём эндоцитоза. Вследствие кислого содержимого эндосома приводит к разрушению дисульфидных связей между лёгкой и тяжёлыми цепями, тем самым позволяя лёгкой цепи свободно перемещаться через мембрану. Проникая в цитоплазму терминали нервного окончания, лёгкая цепь разрушает белок с нам-25, тем самым препятствуя образованию снейр-комплекса. А вот уже без целостного снейр-комплекса синаптические пузырьки, содержащие ацетилхолин, не могут соединиться с пресинаптическими мембранами моторного нейрона, что означает, что ацетилхолин не может выйти в синаптическую щель, и, соответственно, сигнал не может пройти до мышечной клетки, до миоцита. Следует отметить особое внимание, что ботулинический токсин не приводит к оттальной гибели нейронов, миоцитов или каких-либо других структурным изменениям компонентов клеток. Таким образом, он не является токсичным препаратом для ткани. В мышечной ткани он действует как биохимический блокатор, то есть химическая денервация мышечной ткани. Эффект ботулинического токсина является временным и в виду образования коллатеральных акциональных откровствов, которые обладают способностью к высвобождению ацетилхолина. Область применения ботулинического токсина достаточно широка, однако наиболее часто он нашёл своё применение при восстановлении пациентов с нарушениями функциональными мочеиспускания при таких заболеваниях, как гиперактивный мочевой пузырь, императивное недержание мочи, смешанное недержание мочи, гиперактивность дотрузора на фоне спазма поперечно-полосатого сфинтера, кстати, одна из самых тяжёлых групп пациентов, гиперсенсорный мочевой пузырь, функциональная инфраизикальная обструкция, обуспловленная спазмом поперечно-полосатого сфинтера и, конечно же, дотрузорно-сфинтерной дисэнергии. Применение ботулинического токсина крайне редко вызывает возникновение побочных реакций, как ранних, так и срочных. При этом можно встретить следующие варианты осложнений. Так часто встречается снижение сократительной способности дотрузора, часто из возможных вариантов, вплоть до острой задержки мочеспускания. Иногда гематурия, более естественное место инъекции, обострение инфекции нижних мочевых путей и необходимость проведения анестезиологического пособия. Это в большей степени, конечно же, не осложнение, а варианты выполнения. Следует отметить, что крайне редко мы встречаемся с осложнениями проведения данного пособия. Переходя к опыту применения ботулинического токсина типа А у пациентов англогического профиля, следует отметить исследование, проведённое в Институте урологии, где женщины после обращались к нам с затруднённым мочеиспусканием после выполненной радикальной гистероктомии. Всего в исследовании приняли участие 26 пациенток в возрасте от 28 до 64 лет. У всех у них методом комбинированного динамического исследования зафиксирована дискоординация наружного сфинктерного аппарата УРЭВ. Лечение всем пациентам было выполнено введение ботулинического токсина в зону поперечного пластового сфинктера УРЭТРА. При этом следует отметить, что все пациенты отмечали неэффективность консервативных методов лечения. Исходя из данных результатов, 70% пациенток отметили положительную динамику на фоне проведённого лечения. По данным УРФЛОМИ-3, на контрольном визите максимальная скорость мочеиспускания увеличилась с 10 мл до практически 18 мл. При этом при всём объём остаточной мочи снизился в среднем со 120 до 46 мл. В выводах данного исследования следует отметить, что введение ботулотоксина сфинктерный аппарат УРЭТРА является методом выбора для пациенток, стремящихся к ранней реабилитации и улучшению качества жизни в ранние сроки после оперативного вмешательства. Также исследование, проведённое на 64 пациентах с гипоактивностью детрузера на фоне спазма поперечного полосат сфинктера УРЭТРА. В исследовании приняли участие 64 пациента. Было выполнено введение ботулинического токсина в зону сфинктерного аппарата. Общая эффективность лечения составила 63%, то есть 38%. По данным контрольного обследования было выявлено, что максимальная скорость мочеиспускания у пациентов данного профиля увеличилась с 10 до 13 мл в секунду. Тип кривой более стабилизированный стал и более пологий. При этом максимальное давление детрузера при максимальной скорости возросло с 34 до 46,8 см водного столба. Индекс сократимости детрузера пришёл практически в стандартные значения и составил 107 единиц вместо 72. При этом в процентном соотношении следует понимать, что максимальная скорость увеличилась на 35%, объём остаточной мочи снизился на 56%, а мекционное давление детрузера увеличилось на 37 практически процентов. Также следует в выводах сказать, что ботулинотерапия направлена именно на снижение выраженности инфраизикальной обструкции и улучшение мочеиспускания у пациентов с гипоактивностью детрузера на фоне инфраизикальной обструкции функционального характера является эффективным методом терапии и приводит к улучшению сократительной активности детрузера. Так, при применении ботулинического токсина у пациентов с гиперактивным мочевым пузырём без императивного недержания мочи Отмечены выраженные положительные динамики, заключающиеся в снижении частоты как дневных, так и ночных миксий, увеличении максимальной цистеметрической ёмкости у женщин со 160 практически до 300 мл, а у мужчин со 180 до 260 мл. При этом достоверно уменьшивая эффекта в отношении увеличения максимальной цистеметрической ёмкости в зависимости от пола выявлено не было. Также необходимо отметить, что все пациенты с учащённым мочеиспусканием, с наличием гиперактивности отмечают выраженный положительный эффект в отношении качества жизни по таким опросникам, как шкала ХАЦ и СФ-36. Мы можем заметить выраженное снижение уровня тревоги и выраженное снижение уровня депрессии. В свою очередь у пациентов с императивным недержанием мочи на фоне гиперактивного мочевого пузыря применение ботулинического токсина типа при введении его в детрузор также вызывает значительное снижение частоты мочеиспускания как дневной, так и ночной нормы, а днём практически до нормальных значений. При этом значительное увеличение максимальной цистеметрической ёмкости, что делает в последующем возможность у пациента максимально социально реабилитироваться. Также мы можем заметить более выраженное повышение качества жизни в отношении тревоги и депрессии у пациентов с императивным недержанием мочи, так как практически все пациенты суммарно были избавлены от императивного недержания после применения данного препарата. Согласно данным по повторному запросу, по данным обследования, 46 пациентов, это 77% оказались удовлетворены результатами ботулинического токсина типа А. Из них 70% были полностью удовлетворены и хотели бы продолжить лечение, а 14 пациентов, это 23-30%, указали на действенность ботулинического токсина типа А, но всё-таки выражали желание к эскалации эффекта при повторном введении токсина. При этом лишь 14 человек, 23% больных эффекта от ботулинического токсина типа А не отметили. Желание пациентов получить повторные инъекции ботулинического токсина, отмеченные в 77% случаев, говорит прежде всего о высокой эффективности метода ботулинического токсина типа А при применении лечения гиперактивного мочевого пузыря, как у женщин, так и за мужчин. Подводя итог, следует сказать, что область применения ботулинического токсина типа А у пациентов Российской Федерации онкологического профиля значительно расширяется. Ботулинический токсин является безопасным к применению, а применение ботулотоксина приводит к значительному повышению качества жизни пациента с функциональными нарушениями мочи спускания, особенно у пациентов с уже предшествующим лечением по поводу онкологических заболеваний органов таза. Применение ботокса приводит к снижению рисков развития вторичных осложнений и ускорению социальной реабилитации пациента. Однако применение данного препарата требует дальнейшего изучения и расширения зоны его применения, восстановления функций нижних мочевых путей у пациентов после оперативных вмешательств на органах таза и лучевых повреждений мочевого пузыря. Благодарю за внимание, коллеги. Спасибо большое. Продолжение следует...